Всем привет дорогие друзья, с вами Феостан и сегодня я хочу рассказать вам о грядущем обновлении в Guardian Tales. Да, мы еще не успели освоиться с этим, не успели все выбить новую лисичку Нари, например я в том числе. Как уже в следующем обновлении у нас добавит нового героя, это благородный Суккуб Бьянка, вот такая вот сасная девочка. И у нее довольно таки внушающе выглядит описание, что мы знаем на данный момент. Ее основная атака, ледорез, мощным взмахом меча создает перед собой ледяную волну, которая поражает врагов на расстоянии. Звучит прикольно, то есть это герой с двуручным мечом, но который при этом бьет на расстоянии. Типа так мощно машет, что ударной волной аж сшибает врагов. Навык цепи у нее идет в связке авиа-бит, он бросается на цель на расстояние и создает такую зону, в которой находящийся враг получает 150%. Плюс к тому повышается защита самой Бьянки на 50% на 10 секунд. Ее особая способность, которая открывается при прокачке до 5 звезд, увеличивает ее мощь на 30%, если она атакована. И при этом атаковавший враг теряет 30% своей мощности на 3 секунды, но срабатывает эта особенность не чаще, чем раз в 6 секунд. Плюс к тому нужно отметить ее особое оружие, потому что оно кроме того, что увеличивает дальность ее основной атаки и увеличивает скорость ее основной атаки, оно также дает 10% отхил от нанесенного урона. То есть ударила на 1000, соточку себе отхилила. Звучит все это очень неплохо, как такой неплохой ПВП-герой. Ее оружие также дает плюс 5% прибавку к критам, 20% защиты, 20% ХП и 15% от ката скиллов. Единственное, что мне, ребята, ну не знаю, маленько смутило, уже сейчас появились видео геймплея с этим героем, и видно, что ее основная атака, она заряжается. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, я не очень люблю заряжаемые атаки, но может быть профи наоборот найдут в этом какой-то плюс. Плюс, ну, лично мне больше нравится, когда просто нажал на кнопку, ударил, а как бы, ну, зато, может быть, добавляет вариации. Можно там отбежать, зарядить атаку, поймать врага на мощный удар. Фиг знает, ребят, тут спорное, тут надо думать, но в целом герой так звучит неплохо. Единственное, что я не нашел где-то информации о ее пассивных скиллах, то есть дает ли она что-то команде, какую-то прибавку. Если вам известно больше, ребят, оставляйте ваши комментарии. Вот это вот обновление, то, что я узнаю из разных источников, пока что есть информация, там, скриншоты только на корейском, и кто-то их по мере сил переводит. Также, ребят, ну, не одним новым героем нас порадует в новом ивенте. Для нас также откроется новая девятая глава, и, соответственно, при прихраждении этой главы у нас повышается максимальный уровень наших героев до 66 уровня. И максимальный уровень снаряжения также будет поднят до 66 уровня. Это я имею в виду без лимит брейка. То есть, как сейчас, 63 без лимит брейка будет 66. Причем, судя по всему, как я понял, они сделают возврат опыта на аккаунт, потому что теперь прокачка уровней будет стоить маленько дешевле до 66, и они эту разницу вам вернут. Также, ребята, в игре будет добавлена возможность при вступлении в гильдию оставить какое-то сообщение. То есть, новичок сможет написать, ну, там, что угодно, что повысит его шансы на прием в гильдию. Например, он сможет указать свой урон по пугалу или, ну, что-нибудь еще там. Возьмите, пожалуйста, очень хочу к вам. Но я думаю, это именно полезно, чтобы новички сразу писали, урон по пугалу у меня, там, 2,5 миллиона. Возьмите, играю активно в рейде, там, набиваю не меньше, там, ну, любая сумма. Короче, так, хочу вступить к вам. Также, что немаловажно, особенно для меня, теперь появляется сообщение в чате, когда новый игрок вступил в гильдию. Потому что раньше бывало, я там, я не знаю, трех людей кикнул, трех новых людей тут же принял в гильдию. Но со стороны это выглядит, как просто людей кикают и никого не берут. Теперь будет сообщение, там, допустим, RX-25 вступил в гильдию и все смогут его сразу поприветствовать. Также теперь добавили такую приятную вещь. Ну, для меня это никогда не было проблемой, потому что я играю с компа. Но, наверное, если с телефона играешь, бывали неприятные случаи. В общем, теперь при нажатии ускорения какой-либо постройки за алмазики у вас будет всплывать окошко. Вы уверены, что вы хотите потратить алмазы на ускорение постройки, что убережет вас от каких-то мискликов, случайных нажатий, которые могли потратить ваши алмазы и чтобы вы потом не кусали локти? Пугалу в клан Холли теперь добавят уязвимости к разным стихиям. И, в общем, я так понимаю, они хотят выровнять урон, чтобы разными комбинациями героев можно было, ну, как бы теперь набивать более-менее хорошие показатели, а не так, чтобы только одни какие-то герои выдавали результат. И полностью обнулят результаты урона по пугалу, которые были внутри гильдии. Также теперь у нас вот здесь в усилении предметов будет дополнительная возможность посмотреть, что из себя представляют вещи, которые у нас здесь выложены. Сейчас, допустим, неудобно. У меня, вот, предположим, сейчас лежит два меча, и я хочу какому-то из них, предположим, повысить лимит брейк. Для этого мне нужно выбрать меч с более удобными параметрами, но я их отсюда не вижу. Мне нужно либо зайти вот сюда в свой инвентарь и посмотреть, какой меч из себя что представляет. Если они, допустим, равного уровня, то мне для удобства нужно там один подкачать, допустим, на один уровень, чтобы не перепутать, какой именно меч какой. У кого из этих мечей более достойные параметры, чтобы один уничтожить, а другой оставить. После обновления добавит вот здесь вот окошко, ты наводишь на предмет, и тебе будет такое всплывать окошко, которое будет показывать, какие именно параметры у этого предмета есть. Ну, действительно, крафтить станет намного приятнее и удобнее. Сейчас, конечно, тоже можно делать это, допустим, через окно изменения опции, но это все равно неудобно. Убрал, снял, ну, будет комфортнее. Еще нас, конечно, ждет новый ивент с историей. На этот раз, на самом деле, непонятно. Это будет то ли история Аиши, судя по превью, то ли судя по тому, что главный герой, который дает прибавку плюс 50%, это Бьянка. Может быть, это будет история про нее, может быть, их истории будут как-то перекликаться. Просто до этого в ивентах, какой герой давал плюс 50%, тот и был главным. А сейчас как-то не ясно. Тем не менее, герои, которые будут давать прибавку, это Бьянка, Аиша, Шапира, Редхуд, Арабель и, как же ее там зовут, Марианна, точно, ребята. И этот ивент, он будет короче, чем предыдущие. Раньше они у нас длились 14 дней. Новый ивент будет длиться 13 дней. Но и необходимое количество очков, которые нужно набрать для максимальной награды, тоже будет немножко меньше. Ну и, конечно же, нас ждет новый Гуардиан Пасс с наградами. В общем, это как всегда. Плюс, конечно, новый магазин для донатеров с новыми предложениями. Но на это я как-то не интересуюсь, не смотрю. В игру будут добавлены изменения, связанные с подбором соперников на арене. Похоже, подбор будет более честным. Как-то будут больше учитывать прокачку героев. Но тут это, знаете, ребят. На самом деле, вот что касается вот этой информации об обновлениях, ее я почерпнул из видео на английском языке. А вообще информация об этих обновлениях поступает с корейского сервера. Поэтому они переводят с корейского на английский, я с английского на русский. И мои знания английского языка, они, скажем так, не настолько хороши. Но что могу на слух воспринять, вот то вам, ребята, озвучил. Я так понял, подбор постараются сделать более справедливым. Конечно же, с новым обновлением появится новый магазин костюмов. И еще в игре появится целая тонна всяких разных мелких фиксов, каких-то доработок, улучшений работы того же самого искусственного интеллекта, каких-то боевых механик там чуть-чуть подправит. Ну, в общем, много-много-много всего. Это примерно выглядит вот так. И здесь много текста. И даже тот источник, откуда я черпал эту информацию, я ссылку оставлю в описании, тоже не стал заморачиваться и переводить все, что там описано. Ах, да, и хорошо, что я вставил этот кусочек, потому что я совсем забыл еще сказать и про это обновление, а именно, что в игру будет добавлено 49-й уровень башни Хевенхолт, а также тот рифт, где мы обычно фармим золото, опыт или вот эти молоточки для улучшения предметов. В общем, обычный рифт, он будет расширен до 75-го уровня и, соответственно, награды в нем тоже будут падать выше. Ну, а также, ребята, хотел бы отметить, что я сейчас информацию по обновлениям просто зачитывал с Дискорда, но я думаю, ничего страшного, потому что я сам ее туда и опубликовал. Мы вчера создали специальную группу в Дискорде для фанатов игры и здесь вы будете получать полезную информацию, информацию об обновлениях до того, как они появятся, и даже до того, как я выпущу об этом видео, потому что я сам ее сюда публикую, информацию по купонам, которые дают всякие бонусы в игре, ну и, конечно же, вы сможете общаться друг с другом, прорекламировать свою гильдию или же найти гильдию, в которую вам было бы комфортно вступить, так что вливайтесь, ссылку на фан-дискорд игры я оставлю в описании. А у меня на этом все, спасибо за просмотр, оставляйте ваши комментарии, если где-то, ну, как бы, можете что-то добавить о грядущем обновлении или, возможно, поправить меня в чем-то, то милости тоже прошу в комментарии. А у меня на этом все, спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!